Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева Черкесия. Смотрите в выпуске. Платить алименты по частям больше не получится. Какие поправки внесены в федеральное законодательство и какое наказание грозит должникам? Великая Отечественная война, немецкие оккупанты, захваченное село и многое другое. В рассказе Нази Хубиевой она отметила свой вековой юбилей. Сохранение национальных традиций, помощь малоимущим и другие важные задачи на их хрупких плечах. Первый юбилей отметил Абазинский координационный женский совет. Частичная уплата алиментов перестала трактоваться как исполнение алиментных обязательств. О том, когда были внесены поправки в закон, какое наказание грозит должникам и сколько в республике таких уголовных дел узнавала Альбина Ламкова. Изменения в законодательстве о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей с 10 января 2022 года вступили в силу. По новым правилам, должники по алиментам будут нести ответственность даже за их частичную неуплату. Тем самым, неполная уплата долга станет наказуемой так же, как и невыплата алиментов. И это может привести к административной или уголовной ответственности. Ранее к административной и уголовной ответственности привлекались граждане в случае неуплаты без уважительных причин в нарушении решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание детей. Таким образом, должники, частично выплатившие средства на содержание детей и невыплата способных родителей, они в меньшем размере, чем установленные исполнительным документом, могли уйти от ответственности, как уже исполняющие свои обязательства. Поводом к освобождению от ответственности может стать лишь полное погашение всей задолженности. Но, к сожалению, в нашей республике не все еще уплатили по своим обязательствам в отношении алиментов. За 12 месяцев предыдущего года к административной ответственности по ст. 5.35 было привлечено 287 должников. И по ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации было привлечено к уголовной ответственности 149 граждан. Если сравнивать с 2020 годом, то количество лиц, которые были привлечены к уголовной ответственности по 157 ст. Уголовного кодекса Российской Федерации, в разы оно возросло. Должникам грозит наказание в виде обязательных работ до 150 часов, либо арест от 10 до 15 суток. Также предусмотрен штраф – 20 тысяч рублей. Эта мера применима в том случае, когда просрочка платежей без уважительной причины составляет от двух месяцев и более. Лейла Гербекова отметила, что принятие новых поправок позволит исключить злоупотребление со стороны недобросовестных должников. Сейчас расскажем о погоде на выходные, после продолжим выпуска. Редактор субтитров А.Семкин В последние дни в региональной столице увеличилось количество жалоб от населения на опасно свисающие из крыш сосульки. Выпавшие ранее осадки, постоянные перепады температур привели к скоплению ледяных глыб, которые могут стать причиной серьезных травм. На ком лежит ответственность за содержание крыш, выяснил Артур Мхце. Эти висящие на одной из многоэтажек региональной столицы сосульки – все, что осталось от упавшей глыбы льда. Светлана Пруцкая лишь по счастливой случайности избежала с ней встречи. Ну, во-первых, я боюсь заходить, выходить. Один раз меня большая глыба чуть не убила. Я просто нечаянно задержалась в аптеке, зашла и обратно. И что-то забыла. И вышла, и передо мной прям глыба упала. Она могла просто меня убить. Представьте, эта сосулька, падая с четвертого высокого здания, по дороге, мимо которой люди ходят с заморозки, с поликлиники, с инфекционной больницы. Думаю, это более чем серьезно. И пневмония по сравнению с этим детский лепет. Случай по проспекту Ленина далеко не первый в Черкесске, на который люди просят обратить внимание. Ведь из-за чьей-то беспечности или халатности могла произойти трагедия. Как говорят мэрии муниципального образования, следить за крышами зданий должны обслуживающие дома компании. На них лежит и ответственность за возможные последствия. Управляющая организация должна, обязана убирать либо самостоятельно вот эти всеснежные и ледяные наросты, либо привлекать какую-то организацию по договору. В случае, если управляющая организация этого не делает, то административным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение лицензионных требований в виде штрафных санкций, как для должностных лиц, так и для юридических лиц. Пока снег кружит в небе, на него зачастую приятно смотреть. Но затем коммунальные службы обязаны оперативно ликвидировать последствия обильных снегопадов не только на улицах и тротуарах, но и на зданиях. Иначе не стоит исключать новых жалоб на свисающие с крыш опасные предметы. Артур Махцей, Максим Долгов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сто-летний юбилей отмечает ветеран войны и труда, долгожительница из села Красный Восток Назик Хубиева. Юбиляр вспоминает и рассказывает о войне, о немцах, которые захватили село и оккупировали среднюю школу. Назик Хамидовна с удовольствием поделилась своими воспоминаниями с нашей съемочной группой. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Назик Хамидовна Кубиева исполнился целый век. Ее жизнь – пример мужества и силы. Маленькой Назик было всего четыре года, когда ее отца расстреляли. С малых лет она помогала матери, работали в колхозе, трудились от зари до темна. Была дважды замужем, родила и воспитала пятерых детей. Вспоминают случаи с жизнью военного времени. Было очень трудно и страшно. Немцы поселились в старой школе. Их было здесь довольно много. Как-то раз, по просьбе моего отчима, мне пришлось стать свидетельницей одного эпизода. Мне нужна была справка, чтобы отправиться в Кисловодск на рынок. Спустившись в сельсовет, увидела, как немцы окружили здание. И один из немецких офицеров, обращаясь к моему односельчанину Тире Араву, говорит. «Начальник, тебе здесь делать нечего. Иди пахать землю». А Тира ему отвечает. «Нет, я болею, не смогу работать». Тира был патриотом советской власти и не хотел работать и выполнять приказы немца. Тогда между нашим односельчанином и немецким офицером завязалась словесная перепалка. Офицер, не выдержав, схватился за ружье и направил ствол на Тиру. К счастью, его от рук смерти вызволил наш местный председатель. Назиха Хамидовна скромничает и благодарит за визит. Желает потомкам крепкого здоровья и никогда не видеть войны и тяжелых испытаний. «Спасибо большое, что не забываете меня. Я очень многое повидала, многое могу рассказать. Но скажу одно. Пусть никто из ныне живущих больше никогда не постигнет тяжести и ужасов войны. Мирного неба всем над головой». Жизнь длиною в век. Уже и дети Назиху Биевой в почтенном возрасте. Но юбиляр говорит, десятилетия пролетели как один миг. «Наставляет, любите друг друга, уважайте и цените время, проведенное с родными людьми». Альбина Курачинова, Кенжи Ванжела, Джебекова, Руслан Харченко. Вести Карачаева, Черкесия, село Красный Восток. Пятилетний юбилей отметили участники Абазинского координационного женсовета. Поздравил представительниц прекрасного Апола, заместитель и руководитель объединения Алашара Мурат Гедугов. Подробности в репортаже Корчибиджиева. Женщина-созидатель, вдохновитель от женщины зависит многое в этой жизни. Она хранительница семейного очага, так как женщина – это основа семьи. Свой пятилетний юбилей отметила одна из замечательных организаций – Координационный совет женского актива Абазинских аулов. Он был создан в 2017 году по инициативе Мусы Экзекова при Международном объединении Алашара. Сплотив существовавшие в населенных пунктах женсоветы, вдохнул в них новую жизнь. Активизировав их работу, наполнил ее новыми целями. Задачу женсоветов много, и хрупкие женские плечи со всеми справляются. Оказание помощи в тяжелых жизненных ситуациях, психологическая поддержка, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, акции «Стоп-развод», встречи с пожилыми людьми, сохранение передачи языка и традиции следующим поколениям. Когда мелеют реки, идут к истокам. А эти истоки нельзя потерять, говорит одна из участниц женсовета. Сохранение всего того лучшего, что было у наших предков. Сохранение того, чему учили наши предки. Конечно, в полном объеме это уже невозможно, вот это все восстановить. Но то, что осталось, надо обязательно сохранить с нами. Мне кажется, нам все работы по силам, потому что мы вместе. Если взять Иншичкунское сельское поселение, то, что касается работы женсовета, нас поддерживают все односельчане. Все девушки, какую работу мы не делали, какие мероприятия мы не делали на местах, нас всегда поддерживает и администрация, и поселение нашего аула. На собрании в качестве гостей присутствовал председатель Корчаво-Черкесского регионального отделения Союза женщин России Марина Барлакова. Она описала работу Союза приятными речами и предложила провести несколько совместных мероприятий. И предложение было принято с удовольствием. Процветание их организации и, естественно, благополучие их семьям. Если в семье всегда все хорошо, то и с большей отдачей женщины будут посвящать себя своей работе. Так что я желаю им всего самого наилучшего. С юбилеем Координационного совета поздравил заместитель и руководитель объединения Алашара Мурат Гедугов. Самым активным участницам абазинского женского движения он вручил благодарственные письма и сувениры. Тарча Биджиев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесии продолжает свою работу рыбная лавка. Самую свежую продукцию в широком ассортименте привезли в Карачаево-Черкесию рыбаки Камчатки. Светлана Шаганова расскажет о деликатесах и не только. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что рыбу любят все. Всеобщую любовь она завоевала из-за большого содержания жиров. Это всем известные омега-3 и омега-6. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, а заодно помогают организму лучше справляться с нагрузками. А в период пандемии просто необходимо употреблять рыбу и красную икру. Все богатство морей представлено в Черкесии в рыбной лавке. Мы снова приехали в Карачаево-Черкесскую республику. Очень рады видеть обратно наших покупателей постоянных, которые к нам всегда приезжают, приходят, покупают нашу продукцию, свежайшую продукцию, цены остались те же, которые и до Нового года. Ничего не прибавилось, ничего абсолютно. Вкусная также рыбка наша чавыча, которую вы знаете, очень полезная аминокислотами. И палтус очень жирный, вкусная рыбка, деликатес считается, диетическая рыбка. Можете кушать любому человеку. Она очень жирная, но она считается диетической рыбкой. На прилавках вы найдете все самое вкусное и полезное. Здесь тихоокеанская крупная рыба семейства лососевых – кижуч. Его коптят исключительно на натуральных опилках. Белорыбеца богата йодом. Регулярное употребление рыбы способствует очищению организма от токсинов, улучшает обмен веществ. Наивкуснейший палтус – популярный уже голец. Кстати, он водится только в реках Камчатки. Но и как же без чавычи, семги, горбуши, киты, любимой всем селедочки из Кумбрии. Да и консервы здесь самые настоящие. И вот она, словно рябина на снегу, сияет и манит красная икра. Уважаемые наши покупатели, мы приглашаем вас на нашу рыбную лавку. Мы работаем до конца недели, включительно в воскресенье. Найти рыбную лавку очень просто. Дом предпринимателя на Горького, 8, центральный вход. Мимо такой аппетитной рыбки пройти просто невозможно. Аромат на всю округу. Успейте до конца недели заглянуть к нам в гости. Светлана Шаганова, Расул Бердиев, Вести, Крачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»